Эй, ау, всем привет! У Добряка очередная анимация, видимо, его история из жизни. Что еще может быть у Добряка? Конечно, его история из жизни. Поэтому вперед смотреть! Поехали! Честно, я не знаю, как так выходит, но почему-то приключения иногда находят меня даже в собственной квартире. Это было морозной зимней ночью. Я, как обычно, рисовал сверхинтеллектуальные мультики. Как вдруг заметил, что с моей кошкой что-то не так. Она стояла на месте и неподвижно смотрела в... Однозначно. Я подумал, что она словила какой-то кошачий флэшбэк. Но потом я понял, что она смотрит в коридор. Котовьетнамская война. Затем я уловил какой-то странный звук. Сначала я подумал, что звук идет с кухни. И на пришельцы? Я тоже ничего не обнаружил. Звуки прекратились. Звук качеля. Скрипит. Ладно, подумал я. Наверное, это просто ветер, шалунишка теребонькает гофру от вытяжки. И вернусь. Но потом я заметил, что кошка не двигается с места уже продолжительное время. И смотрит именно в одну туристу. И не моргает. Мне стало как-то не по себе. Потому что я слышал, что кошки могут видеть... Дух. Два. В коридоре я стал прислушиваться и оглядываться. Откуда-то снова шел еле различимый звук. Поэтому я начал смотреть туда, куда все это время смотрела кошка. Так. Очень интеллектуально. Кто-то за ручку дергает. Ой, бля. Маньяк лезет. Да-да, вы все правильно поняли. Кто-то на протяжении всего этого времени пытается открыть мою дверь. Без стука, без нажатия звука. Без стука пытается за ручку открыть. Капец, как-то. Мать твою часа ночи. Я тихонько подошел к тебе и посмотрел. Глазок. Увидел я там только кромешную темноту. Меня... Темноте? Еще сильнее. Я громко спросил, кто там? За дверью была просто гробовая тишина. Ручка на мгновение перестала двигаться. А потом начала двигаться быстрее. А-а-а-а. Сразу же зомби-хоррор. Ди странные мертвяки пытаются... Правда, похоже? Мертвяки, ладно, херня. А вот у куда ужастенькие. В смысле призраки? Кто там нахуй? В ответ мне снова ничего не ответили. И вот я стою в 4 часа ночи с кошкой, и у нас дилемма. Открывать дверь или нет? Нет. Хочется разумно помыслить. Если бы это были соседи, они бы позвонили в дверь. Если бы это были грабители, они бы просто взломали дверь. Да. Только два варианта. Это либо зомби, либо призрак. Призрак. Ну, на крайняк какой-нибудь Виндиго. Минут 20 минут, что мне делать? Скажу честно, было страшно. Но потом, собрав яй... Ээээ... Волю в кулак и сказав себе. Так, соберись, тряпка. Ты здоровый мужик. Сейчас просто пойду и открою эту дверь. Смело и решительно. Но... Зачем? Всякий случай возьму топор. Да, определенно. Очень медленно в трусах и с топором я начал пробираться к двери. Отложив десяток кирпичей и посмотрев на кожу... Зачем? Кошкин, давай. Здорово, тварына! Лукашик какой-то. Ну, это, конечно, не зомби, но этот дед был настолько страшен и пьян. Вернее, страшно пьян. Да еще и с кривыми зубами. Значит, сосед. Увидев свет, этот дед словно мотылёк... Пошел в кулак. Жесть. Пиздец. Стопэ. В ответ я услышал что-то невнятное и имя Нина. Увидев, что этот дед стоит в подъезде в носках, а на улице минус 25, я, подключив дедукцию, понял, что... Нина вытурила. ...он прийти не мог. Учитывая, что я жил на последнем этаже, чтобы спуститься с чердака на Карлсона он был непохож. У-у-у. Выходит, он жил где-то снизу. Мужчина, вам, наверное, ниже. Услышав это, дед, издавая рандомное мчание, начал спускаться вниз. То есть, вы понимаете, да? Если бы я вдруг случайно забыл закрыть дверь, а такое иногда бывало, он бы просто мог шить ко мне домой и лечь спать. Возможно, даже со мной. Представьте, снится вам кошмар, как вы убегаете от зомби деда. Фух, это всего лишь сон. Это не сон. И, кстати, это был не единственный случай. Как-то, практически один в один, ко мне снова ломились в дверь. Только теперь уже пытались открыть дверь ключом. Правда, в этот... Ключом. ...пред бела дня, и со мной был друг. Когда я открыл дверь, я снова увидел пьяного мужика. Но уже другого. Что за подъезд такой? Может, потому что она моя? Тебе что надо-то? Он же нет. Другой. Помогите дверь открыть. Дверь открыть, помогите. Хорошо, а где твоя дверь? Вот. Ладно, давай. Я начал открывать бедолаге дверь, как вдруг он мне говорит. Да не то, открюш. Да ты че гонишь, что ли? Вот это же... Отлично. Когда я все-таки открыл ему дверь, тот сказал... Мерси. И буквально... И пальчик. Да, упав где-то в недрах квартиры, даже не закрыв за собой дверь. Вот так... Жаско. Как так набухиваться-то можно? Ну, блядь. ...по избежание казусов и неприятностей. А то проснетесь чьим-то дедом. Напишите в комментариях, открыли бы вы дверь на моем месте или нет. Мне очень интересно. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. Нет, что писать не будем в комментариях, да? Нет, не открыли. Блин, я бы, короче, в жизни дверь бы эту не открыла. Потому что, реально, даже хорошо, если вы даже толкаши, соседи... Кому, нормальному человеку в 4 часа утра что-то придет делать? Если бы была милиция какая-то, явно бы лица было их видно, понимаешь? На протяжении 4 часов дергал. Я думаю, короче, что-то там какой-то, типа, ветер или что-нибудь такое, типа, дергает. Оказался алкаш. Оказался алкаш. Ты знаешь что? Вот он говорит, он забывал двери закрывать. На самом деле, это очень стрёмно. Вот у нас как-то был такой случай в городе. Бабушка с девочкой просто, ну, сидели на кухне. Там что-то бабушка готовила. А ходил, короче, какой-то обдолбанный мужик, обнаркоманивающийся, дергал все двери за ручки. И у них, короче, дверь оказалась открытой. И он, короче, да, вышел и убил бабушку. Порезал девочку. Короче, поэтому всегда, блин, закрывайте дверь. Мы тоже всегда закрываем двери. Потому что это очень-очень-очень-очень стрёмно. И не открывайте всяким странным типом тоже. Да, пока. Пока. Не смотри, ланда, уу, не смотри, ланда, уу, не смотри, ланда, уу. Что тебе покажет эта баба и старик, а?